Добрейшее время, дорогие друзья! Порой мне кажется, что разработчики, когда думают над тем, какой новый отряд в следующем сезоне выпустить, думают Ах! И так сойдет, отдел баланса потом допилит Это я про новых лучников, праведные шутдинеры Господи, названец, конечно, у них Дело в том, что у нас на синем режиме ветеранских лучников Давайте посчитаем сколько Раз, два, три, четыре, пять Вроде бы у меня все пять ветеранских лучников Далее у нас есть два арбалетчика Вот один и где-то... А второй у меня к коннице привязан Дальше у нас есть два арки-бузера И еще у нас есть метатели, огнеметатели, да? Элитные ополченцы И это все в целом довольно неплохие отряды Я бы хотел выделить особо элитные янычары Степные лучники, раньше были лучше, сейчас хуже Восточные разведчики и стрелки из Чакану Эти четыре отряды... А, еще огнеметатели Эти пять отрядов достаточно шикарны для этой игры На синем режиме Я не помню, как играются ветераны, следопыты И еще одни западные лучники, ветераны, то восточные лучники, да? Давно не играл за эти отряды, также за арки-бузеров давно не играл Но все вот эти вот отряды играют достаточно хорошо И более того, их очень много в синем режиме Несмотря на то, что у нас огромное количество синих отрядов Тоже достаточно качественных, хороших Да еще есть еще восточные мечники Зеленый отряд, очень даже неплохой отряд Но лучников прям пруд пруди И тут разработчики решили Давайте мы добавим еще синих лучников Но если бы их сделали золотыми Я бы так не доколупывался У нас золотых лучников, там, по-моему, собачники, да и все Есть еще, конечно же, арки-бузеры Там, да, гренадеры, арбалетчики Но толком за них никто так особо не играет Да и за лучников бы играли бы, наверное, только фанаты Но в синем режиме добавлять еще отряд лучников Ну, мол, какая разница, синий режим и так вне баланса Вообще по самое не балуй Добавим лучников, будет еще такой же отрядик Ну, ладно, давайте разберемся-таки, что это за отряд Немножко, как говорится, пропесочил разработчиков в этом направлении Ну, в том плане, что слишком большое количество в синем режиме стрелковых отрядов Введите хотя бы ограничения по этим отрядам Хотя бы там не более одного в бой можно взять Ну, просто хотя бы, хотя бы такое, ну ладно Все-таки там две недельки он идет, отмучится и дальше можно играть нормально Трактаты Какие у меня здесь стоят? Повышает проникающий урон на сотенку Повышает проникающий урон на 120 Показатель пробития брони проникающими на 80 И скорость стрельбы на 9% Это трактат точность пятого тира Пятого Ну, естественно, я поставил на этот отряд его Просто чтобы проверить, насколько лучше станет отряд с таким трактатом Понятное дело, что это лучше стоять на какой-то другой, более крутой отряд Но я поставил пока на него Далее у нас увеличение боезапаса на 50%, а также пробитие брони проникающими ударами Далее у нас идет повышать все виды защиты получающих исцеление союзников на 80% То есть, когда вы исцеляете союзников, они еще получают защиту на 80% Только вопрос на какое время почему-то здесь не указано Или навсегда, может быть, да? Не знаю, ну вряд ли навсегда Ну и повышает точность стрельбы на 10% Есть еще у меня трактаты Пробовал я ставить на этот отряд Трактат, который увеличивает Открывает умение золотой дождь Золотой дождь Прикольно Как говорится, становится на горочку И давай всех поливать золотым дождем Умение дождь стрел, конечно же Правда, этот дождь стрел наносит на 65% от базового проникающего урона Всего-навсего И, ну, эффективность его достаточно слабая И вместо какого трактата поставить Вместо точности нет Трактат, который дает броню Ну нет, зачем же Вроде как саппорт отряд Поэтому надо, чтобы давал еще и броню Ну и здесь, естественно, соответственно, тоже хороши Есть у меня и другие фиолетовые трактаты Но они, по-моему, похуже Здесь еще у меня повышают урон отрядом с тяжелыми щитами Не таких много Поэтому, собственно говоря, этот трактат брать и не стоит Что касается талантов прокачки То здесь просто одна ветка Вообще, вообще разленились Вот вы представляете Вообще разленились Мало того, что отряд лучников Так еще и вариантов-то нету Хотя и во многих отрядах на самом деле Как правило, не всегда есть какая-либо вариативность Выбирается всегда более боевая ветка Ну, какая-нибудь И все Хотя есть отряды, у которых Варианты прокачки могут быть разными Вот, например, возьмем тех же Восточных разведчиков Обратите внимание, как они у меня выкачаны Кстати, еще один уровень даже не докачал То есть часть сюда, часть туда Я смотрю, где лучше, где круче То есть вот таким вот должна быть вариативность раскачки Можно прокачать тупо вверх или вниз Тогда мы получим здесь огненные стрелы Там боезапасно 20% А можно таким вот образом прокачать Должно быть в прокачке что-то подобное Как отряд, который наносит урон Эти лучники, ну, вообще ни о чем Даже, как я уже говорил С дождем стрел Они, ну, могут делать киллы Ну, ведь у противника тоже есть какие-то лучники Но нету того ливня стрел Как у, например, восточных разведчиков Да, нету этого Плюс нету каких-нибудь огненных стрел Или еще каких-то ядовитых Просто ливень стрел жиденький такой И забирает он Наносит мало урона В общем, ни о чем Ну, вот в плане от хила Да, хилят они хорошо Правда, порой бывает Я вроде бы как бы хилю И хила нет Но это, скорее всего, просто потому что Стреляю по фуловым отрядам Как реализовывается эта броня Пока непонятно Эффективна она или неэффективна В синем режиме У многих отрядов брони толком и так нет И поэтому эти 80 брони Ну, особо Ну, дадут, конечно, преимущество Но как дополнительный болос к отхилу Да, неплохо Но вот хилят, если вы обратите внимание Там по 1072 По 1200 выскакивает Даже я видел 1780 у кого-то отхил То есть захилить отряд До полного фулл хп Можно Да, это можно Но проблема заключается в том Что вам приходится Постоянно высматривать Ой, где же ты отряды Которые надо отхилить Где? А, ну, идем вместе с толпой Да, иду вместе с толпой Стараюсь хилить эту толпу Получается Вроде бы Зеленой этой хилки Выскакивает огромное количество Героев, кстати говоря Они тоже хилят Но, опять-таки Немножко не понимаю Это нужно Нужно просто находиться в этом круге Или нужно, чтобы стрела попала в тебя Вот этого я немного не обратил внимания Порой находишься в круге Но хил не врубается А другой раз Врубается хил Тоже такой момент Или это баг Или это нужно, чтобы стрела попала Или я просто что-то не то заметил Может быть вы Разобрались в этом моменте Подскажите, пожалуйста Так вот, хил вроде как и неплохой Но За весь бой Когда вот я Выискиваю вот эти вот хилы И вроде как бы и хилю И неплохо хилю И Естественно Сразу же противники Видя лучников Агрятся на них Какой-нибудь длинный лук Пускает стрелу свою Разрывную В ваш отряд Мушкент бросает гранату Если какие-то более серьезные лучники С кровотоком Могут, например, вражеского героя убить Который прибежит их убивать И особенно если вы законтрите То здесь я вроде бы Законтрил вражеского героя Но они с ним все равно Не справились Он все равно нанес урон Он все равно там часть Ваших лучников уничтожил И Ну как бы Я остался живой И еще и убежал В общем Как-то Ну как-то вот Не то что-то, да Ну и вот Обратите внимание На Концовку боя На то Сколько Шутдинеры Заработали Очков Это был не самый лучший бой Для моих отрядов Далеко не самый лучший Я бы сказал Может быть один там Совсем печальный Мы победили Но МВП взяли у меня Алибордисты-ветераны Они сделали 27 киллов И заработали 172 очка Взяв МВП Шутдинеры Эти Убили 8 Юнитов Ну вот Я показывал вам Пока вот все это говорил Показывал Сколько они хилили Сколько у меня выскакивало Этих зеленых Меточек Вроде какие неплохо Они там Нахиляли Очень даже неплохо Но заработали 255 очков Поддержки Это больше чем 172 очков Атаки Но Дело в том Что поддержка В игре Не котируется То есть Вы здесь можете просто Быть довольны тем Что вы Саппортите Союзникам Игра вас За это Не вознаградит И лучше Вместо этого Отряда Взять какой-нибудь Еще отряд Милишников Ту же Коробку синюю Есть еще Синие Пикинеры Есть еще Премиум Отряд С этими Косами Там Как не помню Как он там Называется С Яритом Или как там Есть еще Блин Стрелковые Отряды Которые я вам Перечислял Можно даже Этот отряд Заменить на них Ну в общем И целом Отряд Не очень Вообще Не знаю Зачем его Добавили В игру Ну Разработчики Любят Отхил Разработчики Хотят Чтобы все Отряды Могли Хиляться Добавляют То какими-то Особенностями Именно для этого Отряда То какими-то Вот возможностями Чтоб другой Отряд Хилял В общем Помешаны Они мне Как кажется Вот на этом Отхиле Ладно В принципе На этом все Отряд Мне не зашел От слова Совсем Не потому Что это Отряд Лучников А потому Что они Бесполезны Другие Отряды Которые Я перечислил Вполне Себе Очень Даже Хороши С вами был Алексей Всем добра Мира Пока Пока